Хе-йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить юру под названием 3000 на дуэль. В прошлой серии мы получили фиолетовый ключ и одну из рун. А какая руна? Ну, тут ты сам догадайся. Поэтому, сейчас мы делаем вот что. Во-первых, мы используем ключ и летим сюда. Потому что здесь, по идее, должна быть фиолетовая дверь. Две фиолетовые двери было. Но я не могу вспомнить, где еще одна. И, походу, я не вспомню. Да, глядим. Также у нас есть с вами вариант, это посмотреть, что у нас все-таки за руна. Это пойти сюда и попробовать сходить сюда. Может, что-то мы из этого и получим. Но, как я и сказал, пока что мы с вами летим в башню. Где она? Вот здесь. Да, это она. Фиолетовая дверь. И что же я здесь получу? Во-первых, сундук. Порошок. Руда. Ясно. Сосочно-присосочно. Нет, кто-то меня сильно ведет. Так, значит, здесь я крестик убираю. Походу, я иду к сундуку, который находится как раз вот здесь, наверху. На удивление, сейв. Что очень странно. Да, это всего лишь сокращение пути. Очки ясного взора. Зелье восстановления. Инвентарь. Зелье восстановления. Могучее снадобие. Приготовленное из больших зелий и загадочного порошка. Если вы выпьете мгновенно и полностью восстанавливаете здоровье и ману и запас вносливости. Полезная вещь. Скажу я так-то. Так, из пашки мне нужно будет сейчас все-таки сменить пока что. На урон, либо на что-то иное. На корону. Очки ясного взора. Разведка 1000. Стильные очки. Изготовленные из великолепной кожи и растягивающейся. Чтобы их было удобно носить. Будучи надеты, повышать шанс найти предметы. Плюс 1000. Ладно, ладно, давайте я одену, пускай будет плюс 1000. Повторюсь, плюс 1000. А я слышу босса. А если слышу босса, значит это... И плохо и хорошо? Бежал у нас на шепот. Лед, который не тает. Где же он? Ну, походу, он у меня над головой. Как я понимаю. Кажется, я даже знаю, что это будет за босс. Это... Короче, босс после всадника. Ну, для меня танцовщица была тоже жопа, но... Поздравляю, это босс, ребят. И он пиздец. Пылающий рыцарь. Жесткий. Я не помню его... Стиль атаки, ну ладно. А, да, вот это... Это шопа. А. Все. Никита горит. Никита горит, Никита горит. Я не помню этот... А, привет. Теперь я вспомнил. Пизда мне. Пизда мне. это мог бы быть с одного утра я не снова повезло он чисто атаковал воздух ладно сейчас что-то с вами придумаем 45 у меня этих а натуре я это вообще не прокачал так что это вообще а вот уже он в падении удар выпадает повышать шанса так копия мечи мечи увеличить защиту после атаки врагам ускоряет применение плюс увеличивается восстановление белого описания полезная вещь у нее и это уже исключено позволяет проводить а в натуре и хера так значит уменьшает урон при столкновении с врагом так здесь это мне нужно усилить защиту а это вот этот полет по идее который как раз нам нужен представим что это стоит по 3 я смогу это улучшить и мне все равно придется уйти в жесткий фарм да придется уйти в жесткий фарм 114 шесть продала действий нет ладно пособираем 22 я не хочу рисковать ваша в нашем деле очень важно очень давай шустрей еще полетели ой зачем я в тебе пошел я понял я понял я понял ой-ой-ой-ой-ой на мужика на мужика не засчиталась я думал все тебя я убил босса смех но так а теперь давайте посмотрим не дальше по идее это огненный танец до заклинания в плачего рыцаря призывает волну огней и направляет ее вперед буду надеяться что там все супер пупер так свечал нет ты мне уж не интересен да уж я вас убил все-таки очень опасно здорово воспоминания обратим я вспомнил эту историю младший братком командира рыцари бывший его заместитель не может быть день когда его брат был оклеветан и казнен а рыцарская дружба прекратила свое существование он затаился в подземелье замка ожидая момент чтобы отомстить там рыцарь и нашел придворного мага он предложил молодому рыцарю превратить его ярость и в силу огня и тут согласился когда пламять охватила его тело рыцарь терзался вопросом это казнь или это просто боль который нужно перетерпеть чтобы родиться заново руинический символ огонь и здорово надеюсь теперь вы понимаете теперь у нас целых два с вами предмета для телепорта надо через нас тогда пойду у него туда куда пришел но там шипы только вот эти и все а точно забываем всегда забываем ох уж эти обманки то вы надоели так сейчас смотрел им перерывчик и я прихожу для вас это будет незаметно так полетели телепортик и и и и и и но ближайшая по идее то нам вот от телепорт а вот идти бы куда мне лучше хотя у нас две руны руны значит я могу туда и туда попасть как вариант скажу так мы игру скоро заканчиваем по идее но все равно будет место которое не смог не смог пройти поэтому вы увей увей супер да это пнулся туда когда надо ладно смеек по формулю может снова в этой локации по форме один фиг я уже тут почти все знаю так вверх грибочки 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 вниз 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 сэйвимся и теперь думаю мне лучше способ туда попасть ну лучше конечно в дальней это сюда пойти либо можно в ближний пойти давайте лучше в ближний потом в дальней скажу сразу это очень опасные места то есть они довольно долгие но потому что я играл уже в этих местах и я знаю чем я говорю на самом деле здесь каждый хп очень сейчас важно нас трепортирует вниз и теперь очень очень долгая локация даже не то что она долго она опасная я об этом не помнил так двойной прыжок есть хорошо лучше на самом деле их всех пробежать нужно быстрее попался сутки так а я тебя не помню я не знаю что он делал но я даже знать не хочу я не хочу знать что они делают ничего до конца нужно дойти о да минус писания минус все писания ключ от каменной гробницы ключ от каменной гробницы ключ от каменной гробницы ключ который можно открыть каменной двери хоть ее называют дверью она довольно похоже на заколдованный тотем тотемный столб защищающий от бед это как раз вот это который нам нужен сюда печать настоящего а вот печати нам нужно походу чтобы тот портал открыть печать настоящего камень на котором вырезана буква обозначающие настоящее выглядит да более знакомой и удобно ложится в руки так а теперь самое опасное ну хотя я могу смогу там спрыгнуть по факту вернуться обратно я могу принципе на шипы упасть ну а здесь немного будет сейчас попроще на уходить из этого с этой локации так как мне нужно просто спуститься спрыгнуть вниз и при этом не сдохнуть потому что за на в портале этот не хочу проходить очень сильно не хочу заметил что скелет не восстановился окей с одним и справились ну хоть проклятие не наложил так одно сделано теперь нам еще одно а подожди а если там или лучше туда сходить ладно давайте туда сейчас приду и продолжим да этот портал тоже рабочий полетели тогда немножко меня коснули по пути но думаю не беда вот беда если здесь вдохну ну да это нормально за это внимательно нужно на пол смотреть мне интересно что они делают но я как бы походу какое-то проклятие налажен а а не вместо того чтобы наложить проклятие не вызывает тех кто может нарушить проклятие ну а этот портал немножко по поспокойней туда же двойного прыжка не надо натуре попа это уже плохо если мне позволяет сохранить и прокачаться это в какую сторону сейчас опасно мне идти я понял ну хотя ладно полетели стоп это два босса сразу подождите так же нельзя на давайте сделаем таким образом я сейчас иду в правую сторону если там лан сразился с двумя боссами в одной серии чушь поделать ой ну ладно так рук нету у аниме еще и два раза ударили найс камень силы а тут мне нужно еще один ключик для того чтобы мне попасть тот портал мне нужен другой еще ключ ну походу не я конечно могу закончить на этой серии ну типа на этом а если снова будет босс лан короче побежали давать на рыцаре закончим типа рыцаря поставлю типа рыцаря поставлены да и все а а а а и а а а а а а ё-моё да ё-моё ты серьёзно пиздец 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 вправо ну то есть влево на наоборот я делал правую о боже это так легко вы поймете что сейчас просто произошло я сдох у меня дали одно хп у меня был шанс просто мне нужно было два удара сделать и способность все но нет 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 кто это кто это так делает никто короче главное убить какой-то из этих брать ушелательно мелкого начинается а а а а а а а а а так вот а пол Продолжение следует... Какие проблемы? Ноль проблем. Договору злобы получен. Снаряжение, заклинание... Договору злобы. Заклинание зловонного старшего брата создает серию мощных взрывов, бомб с ядовитым... С ядом вперед. Не, ну как бы могу это все дело сейчас протестить. Типа, мне же не сложно. И этот протестить как раз. Шквал мы смотрели, да, кажется? А нет, не смотрели. Огненный танец, ядовитый этот. Ну, слушайте, может быть они даже неплохие. Да, ладно, пускай будут. Снять. Да, пускай, думаю, ванишка будет. Дадите еще написание. Вечная стужа. Снаряжение. Меч, вечная стужа. Меч выкованный на вершине, покрытый снегом горы. Согласно легенде, немало героев пытались завладеть этим мечом. Но клинок подобным миражу ускользает от них. Этот меч сам выбирает себе хозяина. От него веет холодом, как и положено оружие, созданному из снега. Неплохое вам скажу. Блин, а мне интересно, сколько оно лучше моего? Так, Жезл Медуз, да, он как-то назывался? Медуза. Ха! Ха! Блядь, он хуже моего Медузайки. Медузайка, имба. Воспоминания о монстрах прошлого. Я вспоминаю одну историю. Свет и тьма. Всегда неразлучно существовали в этом мире, даже во время рассветства мира людей. Монстры не исчезли, а затаились во тьме. Люди ненавидели вонючих монстров, но монстры становились все сильнее. А люди становились все более похожи на монстров. По мере того, как давали волю тающимся в их душах алчности и злобе. Печать прошлого. Так, ребята, а это... Ой. Это силой невозможно противостоять. Ты выбираешь меня? На самом деле, походу, мы являемся этим рейцарем. Ну, что я вам скажу. Во-первых, босс понятен. Во-вторых, нам не хватает еще одной руны. В-третьих, следующий босс будет, по идее, тот, которого я не смогу убить. А если бы точнее... Ну, я думаю, спойлерить я не буду. В-четвертых, мы начнем с вами тогда уже с пустыни. Да. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, а что здесь... А, это фарм-место. И... До скорых встреч. Всем пока.